СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ, ПЕРЕД С БАКЛАЖАНАМИ И ЛЮБАЯ ЗЕЛЕНЬ, ОТ УКРОПА, ДО ИЗЫСКАННЫХ САЛАТОВ. НА НАШИХ СТОЛАХ ЭТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМИ ГОДА, ВКЛЮЧАЯ СНЕЖНУЮ ЗИМУ. И что самое удивительное, многие из этих овощных культур выросли не где-нибудь в тёплых странах, а в средней полосе России, благодаря современным тепличным технологиям. Что важнее для растения? Полив, хорошая освещенность или комфортная температура? Школьницы Сильвия и Антонина решили выяснить это экспериментально с помощью вот такой теплицы. Вроде совсем крохотная, но в ней можно моделировать любые условия, включить подогрев, открывать форточки для проветривания, активировать водяную помпу для полива и управлять светодиодами. Мы видим, что температура сейчас 26 градусов, освещенность около 580 люкс и влажность почвы 19%, то есть нужно было включить полив. Ну и, конечно, самое главное, мы можем увеличить интенсивность освещения, например, добавить один из источников, и видно, что освещенность выросла сразу более чем до 1000 люкс. Играть можно не только яркостью, но и спектральным составом. И, к примеру, наблюдать, под каким светом салаты дают больше листьев, или какой спектр подталкивает, скажем, карликовые томаты к плодоношению. Это лишь малая часть экспериментов, достойных настоящих ученых. Подобные исследования сегодня вовсю идут во взрослых лабораториях. Цель – научиться делать так, чтобы при минимально возможных затратах урожаи были высокими, а овощи действительно вкусными. Многие совсем недавние находки биологов и агротехнологов уже нашли свое место в настоящих тепличных хозяйствах. Данная теплица является примером, моделью полноценной современной высокотехнологичной теплицы. Работая с ней, школьники узнают, что современное сельское хозяйство продвинулось вперед. Это высокотехнологичная отрасль, где мы можем измерять и менять параметры среды культивирования растений. 50 кистей по 10 помидоров каждая. Всего 500 плодов. Вот сколько снимают с каждого растения в этой теплице. В год с квадратного метра получается больше центнера томатов. Конечно, для этого растениям нужны идеальные условия. Именно такие созданы на этом агропредприятии. В первую очередь, независимо от того, какая погода снаружи, внутри поддерживается постоянный микроклимат, за которым следит компьютер. Мы сейчас находимся в зоне ультраклимы. Эта зона позволяет подготавливать в летний период более охлажденный воздух за счет испарения адиабатических панелей. Речь о своего рода кондиционере. Когда на улице жарко, на эти картонные панели подают воду. Испарясь, она забирает часть энергии. Так температуру можно снизить на 10 градусов. В теплицах предыдущих поколений воздух охлаждали, открывая форточки. Ну а если солнце летом выдается слишком жарким, то в дело вступает робот-маляр и наносит на стекла затеняющую краску. Считается, что это покрытие нужно смывать в период, когда начинается осенний период, более темный период, когда включается досветка, чтобы стекло было чистое, и в осенний период больше проходило солнце, естественно. В зимний период теплицу, наоборот, надо отапливать. И это, как известно, одна из самых затратных статей. Обычно тепло теряется через остекление крыши. Но здесь нагретый воздух, что поднимается вверх, отбирается вентиляторами и снова подается на обогрев по пластиковым рукавам, которые расположены под каждой грядкой. С помощью этой трубы мы равномерно на всю длину лотка, которая составляет 125 метров, у нас есть способность подавать сюда определенную температуру, определенную влажность и определенное количество углекислого газа равномерно по всей длине лотка. Тем самым мы максимально регулируем микроклимат в нашей теплице. Сберечь средство позволяет не только это. Если растение правильно кормить, ему можно давать меньше света и тепла. Здесь все необходимые микроэлементы – томаты и другие овощи – получают, поглощая идеально сбалансированный питательный раствор. Мы сейчас находимся в зоне регации. Эта зона отвечает за полив растений. То есть непосредственно здесь, в этих растворных узлах, в баках микродозации, приготовляется раствор, который является основным источником питания для растений. Сначала химики берут артезианскую воду и доводят уровень pH, то есть кислотности, до нужного растениям-показателя. А затем добавляют необходимые для роста и развития микроэлементы в виде солей, учитывая предпочтение конкретных культур, стадию роста и множество других деталей. Азот – фосфор-калий, кальций – магний. Это так называемые макроэлементы, которые отвечают за рост и развитие растений. Но есть ещё и целый список микроэлементов. Это железо, бор, бром, цинк, марганец, литий. Так-то там почти вся таблица Менделеева на самом деле. В начальный период роста растений им необходимы больше азота и кальция. Азот им необходим для вегетативной массы, для наращивания вегетативной массы, а кальций – для построения прочных клеточных стенок. Затем, к периоду плодоношения, у культуры возрастает потребность к калии. Калий конкурирует с кальцием за усваиваемость. То есть эти два элемента можно смешать в питательном растворе, нужно соблюсти правильную пропорцию. Такие элементы, как цинк и железо, они могут блокировать друг друга. Такие элементы, как кальций и серо, они тоже вместе не усваиваются, и они моментально выпадают в осадок. То есть их нужно давать отдельно. У томата свои определённые требования. У огурца немножко другие. Например, огурец – хлорофобная культура. То есть не переносит хлор в питательном растворе. Томат уже хлор в питательный раствор хорошо добавляет в период массового плодоношения. Это улучшает азотный обмен, улучшает вкус плодов, плотность и снижает накопление нитратов в продукции. Идеальный раствор – полдела. Его важно правильно подавать с определёнными интервалами, чтобы корни не успевали пересыхать и в то же время избыток жидкости не мешал им дышать. За этим тоже следит компьютер и специальные датчики. Мы можем наблюдать так называемый весовой мат, с помощью которого мы отслеживаем влажность, температуру в субстрате, считаем количество объёмов, которые подаётся к растению и, соответственно, количество дренажа, который выходит после поглощения. Тот объём жидкости, что растения не используют, здесь собирают, дезинфицируют и применяют для приготовления следующего питательного раствора. Если бы овощи росли в почве, это было бы проблематично. Но в этой теплице земли нет вообще. Такой метод выращивания известен как гидропоника. С самого первого дня, начиная с семечки, корневая система растения находится в минеральной вате. Каменная вата – это расплавленный камень габробазальтовой породы. Они, получается, плавятся в огромной печи, и потом из расплавленного камня вытягиваются нити, и потом формируются вот в такие блоки, кубики и маты. Такой принцип, как сахарная вата, делается только с камнем. Основной химический состав – это кремнезём кремний, так же, как и в почве, в принципе. Только в почве присутствуют разные другие минералы, разные примеси, а каменная вата – это вот чисто камень. То, что минеральную вату решили использовать вместо земли – случайность. Однажды производитель утеплителя нарушил технологию, забыл ввести важные для строительного материала добавки, и через месяц брикеты проросли травой. Было это полвека назад. Такой материал сразу предложили агроному, хотя на тот момент он был далёк от совершенства. Быстро сваливался и переставал накапливать влагу. Но теперь учёным удалось справиться с этими проблемами. И за счёт правильно подобранной длины и ширины волокон, и благодаря введению особых добавок. Что важно для утепления – это гидрофобные свойства, чтобы она отталкивала воду. В вате для гидропоники она должна впитывать и удерживать воду. То есть, в принципе, камень, материал практически такой же, только добавки другие. То есть тут гидрофильная, а там гидрофобная, чтобы отталкивать. И там плотность повыше. То, что минвата позволяет повторно использовать раствор, лишь одно из достоинств. Для жизни растения её нужно совсем немного – 250 граммов против 10 килограммов почвы. И, как ни странно, зелёные организмы чувствуют себя в таком субстрате превосходно. Почва намного плотнее, и корням требуется затратить дополнительную энергию, чтобы преодолеть это сопротивление. А в каменную вату же за счёт гибкости, эластичности волокон корням легче всего распределяться. На одном субстрате растения могут жить очень долго, даже годами. И сегодня таким образом выращивают не только всевозможные овощи, но и цветы. К примеру, розы. Пожалуй, единственное, для чего минвата точно не подходит, так это для производства корнеплодов. Ну, а самый главный её плюс заключается в том, что она химически инертна, и растения не получают ничего лишнего. Кроме того, её не любят вредные микроорганизмы, и субстрат не нужно дезинфицировать. Химии в теплицах нового поколения не используют и для борьбы с насекомыми. У нас нет запланированных химообработок, мы работаем по мониторингу. Если у нас появляется вредитель, то у нас есть возможность отчегово внести определённое количество особей, хищных насекомых на определённом участке. Речь о биологическом методе. У членистоногих, вроде паутинного клича и белокрылки, а в теплице именно они главная угроза, есть естественные враги – энтомофаги. И здесь, как в природе, устанавливается экологическое равновесие. На каждого вредителя свой хищник, который его находит и поедает. Энтомофаги, кстати, не единственные насекомые, которых агротехнологи взяли к себе на службу. Ещё здесь требуются опылители. В теплицах, если выращивают энтомофильные сельскохозяйственные культуры, то есть опыляемые насекомыми, без их помощи обойтись трудно. Можно сказать, такие сравнительные данные. Если мы не используем в теплицах пчёл и шмелей, то продуктивность одного квадратного метра может колебаться от 8-10 килограммов с квадратного метра. Но если же мы используем в опылении пчёл, то этот показатель повышается в 5 раз. То есть с одного квадратного метра можем получить 48-50 килограммов зеленца. А если шмели, то эта прибавка будет существенная. Может 65-70 килограммов с квадратного метра. В пользу шмелей говорит и мягкость характера. Они дружелюбнее. Кусаются гораздо реже пчёл и не склонны к совершению побега. Пчела, она может увезти за собой весь улей. То есть она может вылететь за пределы комбината, тем более в весенне-летний, летне-осенний период, и увезти с собой весь улей. Шмель, оно насекомое более ленивое, так скажем. Поэтому оно работает на определенном участке, ему нравится находиться в своем улей. Картонные коробки – домики для шмелей. Их развешивают из расчёта в среднем 10 на гектар. В каждой такой живёт примерно сотня насекомых. К сожалению, высокие температуры и влажность, а ещё газовый состав внутри теплицы, сильно подрывают здоровье опылителей. Постепенно они перестают справляться со своей задачей. И раз в 8 недель домики вместе с их обитателями подлежат замене. Хотя уже есть теплицы, где жизнь шмелей удалось существенно продлить, благодаря вот этой разработке российских инженеров. Перед нами самый настоящий отель для насекомых с более комфортными условиями проживания. У нас есть беспроводные датчики, которые измеряют температуру влажности СО2. Их мы используем для контроля состояния содержания. Один из них мы вкладываем внутрь улья со шмелями. Второй мы размещаем наружу. И тем самым у нас есть возможность контролировать 24 на 7 условия содержания шмелей. Кроме того, установка следит, насколько шмели активны. Для этого используются видеокамеры и искусственный интеллект. Во-первых, мы определяем шмеля, куда он направляется, пошел он опылять, либо он вернулся обратно в домик. Во-вторых, у нас есть платформа облачная, куда поступают все данные через каналы связи. И там мы делаем определенную аналитику, которая помогает агроному контролировать ситуацию и прогнозировать закупку новых ульев и смотреть состояние ульев. Чтобы проверить активность шмелей без помощи электроники, специалисту службы мониторинга нужно провести у каждого улья по 15 минут и глазами посчитать, сколько шмелей влетело, а сколько вылетело. А ведь в промышленной теплице таких домиков может быть и 50. Это устройство экономит человеку уйму времени. Данные поступают на компьютер агронома. И тот видит, к примеру, что урожай слабоват не от того, что насекомые ленятся. Значит, надо искать другие причины. Скажем, скорректировать состав подкормки или световой день. 16 часов. Вот тот минимум света, на который рассчитывают растения. Независимо от времени года. Так что даже летом культуры, как говорят агрономы, нужно досвечивать. Раньше это делали с помощью довольно прожорливых натриевых ламп. Сегодня на смену приходят энергосберегающие светодиоды. Их основное преимущество даже не в том, что они потребляют меньше электричества. Оказалось, что экономия здесь процентов 10, не больше. Зато растениям можно дать именно тот свет, который им необходим. Ведь все они изначально из разных уголков планеты. Со своими условиями произрастания. Для разных семейств растений нужен разный спектр. Потому что у каждого растения, ну, есть свои центры происхождения. Посленовые – это томаты, перец, тот же самый табак, баклажаны. Это происхождение Южной Америки. Если мы берем огурец, это Средиземной морский регион. Везде были разные условия для произрастания. Это значит, что растения предпочитают разные соотношения красного и синего света. Общее у них одно. Все растения пренебрегают большей частью зеленого. Этим, кстати, определяется цвет листьев. И именно поэтому многие фитосветильники в своем составе имеют только два вида светодиодов. Но сегодня исследователи заговорили – немного зеленого в спектре лампы растениям все-таки нужно. Фотосинтез, да, то есть работает там, ну, в основном на двух пиках, да. То есть есть там один красный пик, другой там синий. Вот эти два источника света, да, на монохромных этих длинных волн, они у нас здесь присутствуют. Как показывает практика, просто светить там одним каким-то монохромным светом или двумя недостаточно для растения. Да, оно вырастает, да, то есть оно вырастает большое, но оно вырастает невкусное и нездоровое. Они миллионы лет формировались под воздействием реального солнечного света. И чем мы ближе будем к именно этим линиям спектра, ну, тем для растений привычнее и лучше. Идеальный спектр для каждой тепличной культуры. Похоже, вот девиз этой лаборатории, где разрабатывают отечественные фитосветильники. Говорят, чтобы удовлетворить потребности растений, нужно комбинировать различные источники света. И здесь и есть из чего выбрать. Это могут быть как светодиоды с монохромными кристаллами, дальний красный. А также это могут быть светодиоды со специальными смесями люминофоров. Это может быть белый свет, в котором присутствует больше синего, чем это необходимо человеку, и присутствует меньше зелёного. Человек в нём тоже будет видеть, как в белом свете, но глаз этого, конечно, не сильно отмечает, а растениям это очень на руку помогает расти. Это могут быть светодиоды с смещением в сторону жёлтых и красных длин волн, которые помогают растению больше на стадии плодоношения. Обладая различными светодиодами и гибкой системой управления, можно моделировать не только спектр, присущий конкретному региону, но и рассвет с закатом. Экспериментальная теплица на окраине Калуги. Здесь учёные-инженеры решили собрать самые интересные идеи и передовые российские технологии. Первое, что бросается в глаза – остроконечная крыша. На такой не сможет скопиться снег. Ну, здесь обычный двухкамерный стеклопакет. Обычно теплицы вообще остекляются в одно стекло для того, чтобы снег таял, то есть чтобы выпускать из теплицы немножко тепла, чтобы на стекле не образовывалась снеговая шапка после снегопада, чтобы стекло оставалось прозрачным. То есть они догревают теплом теплицы поверхность стекла, одну, чтобы снег потаял и вытек именно как бы водой вниз. Мы теплоизолированы. Всё сделано так, чтобы главная стеклянная стена смотрела на их под прямым углом к ноябрьскому солнцу, когда оно находится в зените. Так в холодное время можно собрать максимум тепла и света. Как результат, лампам не надо всё время гореть на полную мощность. Мы собираем весь свет, какой только можем. И немножко добавляем и просто количество света, но самое главное, мы корректируем его качество. Ну, как учёные поняли, какого именно света нужно добавить? Вооружившись портативным спектрофотокалориметром, они посетили множество хозяйств, где летом в открытом грунте выращивают самые вкусные овощи, по большей части томаты. Побывали в Краснодарском крае и даже в Молдавии с Азербайджаном. Всюду проводили измерения, а затем усреднили их. И мы пытаемся эту спектрохарактеристику воссоздать. То есть ловим, что есть с улицы и уже регулированием накидываем те линии спектра со своих светильников, которых нам кажется, что не хватает, чтобы воссоздать эту картинку. Добавляем одного красного, дальнего красного, среднего красного, одного синего, другого синего. Ну и, конечно же, есть светильники, те, которые с максимально широкой спектральной характеристикой, для того, чтобы просто поднять освещенность. У нас есть датчик, который висит, замеряет, что мы получаем снаружи. Датчик он не на улице, а именно в теплице. То есть на уровне растения мы замеряем, что растения получают на уровне листьев, на поверхность. И мы дополняем теми линиями, которых не хватает в зимний период. Но это не все секреты. Растения обладают интересным качеством – гелиотропизмом. То есть они следят за солнцем, поворачивая к нему свои листья. И здесь решили, что этот процесс важно стимулировать. Если люди перестают двигать шеи, то у них начинают развиваться разнообразные заболевания. Очень похожая история с растениями. Растения миллионы лет формировались под то, что солнышко двигается в течение дня. С востока на запад. Мы пытаемся своими светильниками в этой теплице имитировать движение солнца. Если мы посмотрим, справа от меня висят колонны с прожекторами белый и красный свет. Мы включаем, имитируем сначала восход солнца утром, то есть только первая колонна. Через какой-то промежуток вторая включается, первая прибавляет мощность. И дальше третья потом через 15-20 минут включается. И так далее до 10 часов дня. Дальше после 16.00 мы имитируем закат. То есть начинает убавляться с этой стороны. И дальше, дальше, дальше до полного отключения. Мы увидели разницу в площади листового покрытия, видели разницу в количестве плодов, видели разницу в диаметре самого стебля, видели разницу в заболеваемости. Но самое главное вкус у овощей, будто они росли не зимой в теплице, а летом на юге в открытом грунте. Впрочем, секрет не только в идеальных условиях. Здесь выбрали изначально наивкуснейшие сорта и гибриды. Речь в первую очередь о томатах, увы. Но обычно в тепличных хозяйствах такие не сажают. Чем сахарнее томат, тем он хуже переносит хранение и транспортировку. И урожайность у него зачастую не слишком высока. Впрочем, последнюю проблему можно решить с помощью еще одной тепличной новинки. Фитопирамида – установка, в которой растут невысокие культуры, как это обычно бывает в промышленных теплицах, а низкорослые. Но при этом плотность посадки – 16 растений на метр квадратный. Высадив низкорослые растения на пяти ярусах, мы получим условно высокорослые растения, но сформированные из нескольких низкорослых. За очень короткое время низкорослые растения сформируют плодоносящие ярусы и отдадут урожай. Одно лишь это дает то, что плодов здесь соберут минимум вдвое больше, чем в обычной теплице. Что, кстати, позволяет выбирать для посадки даже те овощи, что до сих пор выращивали только в открытом грунте. Иначе браться за них было невыгодно. Мы выращиваем кабачок, как вы видите, вот сейчас на четырех ярусах. В одном ярусе, понятно, будет убыточен. А вот многоярусный способ выращивания, он будет экономически целесообразен. Кстати, кабачки эти, как и остальные обитатели фитопирамиды, набирают силу быстрее, потому что росту корней не мешает даже легкий минеральный субстрат. Это не гидра, а аэропоника. Раз в 15 минут питательный раствор подтапливает корни. В остальное время они дышат. Вот как выглядит корневая система взрослого растения огурца. Я дальше не буду тянуть, потому что корневая система из соседних растений взаимно переплетена. Я просто поврежу её. Ну, вот вы видите, абсолютно чистая, белая, здоровая корневая система. Нетрудно догадаться, бессубстратная технология позволяет работать даже с теми растениями, что всё ценное прячут в подземной части. В данном способе можно выращивать редкие лекарственные растения, у которых особую ценность представляет именно корневая система. Например, шлемник байкальский или ирис сибирский. Эти растения краснокнижные, орёлах обитания крайне ограничены, и для доступа к корневой системе в дикой природе растения выкапывают целиком. А при выращивании в аэропонике можно, не повреждая особо само растение, нарезать нужное нам количество биомассы и при этом оставить само растение расти дальше. Получать таким образом можно и обычную картошку. Очень удобно. Вместо того, чтобы выкапывать куст, просто время от времени освобождать корни от новых клубней. Но по-настоящему это выгодно, когда речь идёт о производстве семенного материала. Ведь в установке практически стерильные условия, и можно получить мини-клубни, свободные от вирусов и грибков. Причём урожайность будет в 10 раз выше обычной. Вообще эксперименты показали, на аэропонике практически все растения чувствуют себя лучше, чем в земле. В боксе Брянской области мы высадили картофель, поскольку Брянская область в 2020 году была лидером по сбору и по урожайности картофеля. Также у нас растёт и ель, поскольку ель изображена на гербе Брянской области. Пожалуй, самая необычная российская теплица в парке Зарядье. В нескольких шагах от московского Кремля. Здесь собраны растения от злаков и овощных культур до плодовых деревьев и кустарников из всех 85 российских регионов. Ровно столько аэропонных боксов вдоль этой тропы от Калининграда до Чукотки. Цель – познакомить посетителей с биоразнообразием страны и передовыми методами земледелия. У большинства тех, кто это видит, на языке одно слово – космос. И удивление, что огурцы, помидоры, перцы с баклажанами и зелень на наших столах зачастую выращены не где-нибудь в тёплых странах, а в средней полосе России благодаря современным тепличным технологиям. Субтитры создавал DimaTorzok